ПТУ по тебе плачут. Пугали недостаточно прилежных школьников советские учителя. Сегодня все изменилось, профессиональное образование стало престижным. Привлечь внимание молодежи к рабочим профессиям призваны различные олимпиады профессионального мастерства. Сегодня в столице Чувашии состязались парикмахеры. Парикмахер – это не только профессия, но и призвание искусства. Современные тенденции в прическах, цветах и стрижках, создаваемые мировыми брендами, подхватывают и воплощают в жизнь мастера всего мира, в том числе и нашего города. Я считаю, что конкурс нужен для того, чтобы молодые люди больше уважали свою профессию. Дело в том, что при подготовке к конкурсу тратится очень много сил и энергии молодых людей. Они понимают, что каждая прическа выражает конкретно каждую личность. Личность определенная должна быть неповторима. Создать мужскую модную прическу – такая задача стояла перед участниками олимпиады на финальном этапе конкурса. На выполнение задания – лишь один час. Каждый из участников, пройдя такой конкурс, определенно повысит свое мастерство. И, возможно, по-другому посмотрит на форму, цвет и прическу в целом. С парикмахером я хотела стать с детства. У меня даже мечта была. Я всегда у меня тетя парикмахер, я как бы с ней на нее смотрю. А сюда как-то, не знаю, получается, я хотела вначале куда-то в другое место, а потом все же решила в своей мечте пойти на парикмахера. 40 баллов – именно столько мог максимально заработать каждый участник. Форма, цвет и стиль каждой работы тщательно оценивалась членами жюри. Самое большое количество баллов набрала студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Марина Васильева. Кстати, решение учиться на парикмахера Марина приняла, глядя на свою маму. Самое сложное – это мужские стрижки, так как работаешь с машинкой, можно проехаться не так. Мне нравится делать людей красивыми. Через несколько лет Марина видит себя и парикмахером, и визажистом, и маникюристом. В общем, специалистом широкого профиля. И именно такие олимпиады помогут ей достичь желаемого. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.